Чесночное масло. Как приготовить его для кулинарных целей? Как можно применять с лечебной целью? Кому противопоказано? Смотрите видео до конца, чтобы научиться делать и правильно использовать чесночное масло. Перед началом видео давайте поздороваемся. Мы приглашаем вас подписаться на канал, потому что хотим, чтобы вы меньше болели, а наши все сюжеты именно для здоровья. О пользе чеснока знают все, а вот что можно приготовить и использовать чесночное масло, наверное, слышали немногие. Что такое чесночное масло? Чесночное масло – это не выжатое из чеснока миллиграммы эфирного масла, это настой масла на чесноке. Во время взаимодействия измельченного, раздавленного чеснока и масла происходит проникновение полезных веществ из овоща в масло, а в полужидком состоянии все усваивается гораздо легче. Поэтому такое масло полезно для здоровья. Кроме растительного масла возможно использование и сливочного. Если настаивание на растительном масле приводит к образованию полезного масляного раствора, которое можно применять не только для приготовления блюд, но и в лечебных целях, то смесь чеснока и сливочного масла используется только в кулинарии, но оказывает на организм только положительное воздействие, повышая иммунитет и улучшая пищеварение. Чесночное масло полезно всем, потому что употребление его приводит к тому, что человек становится менее подверженным к различным инфекциям. У него происходит усиленное выведение шлаков и токсинов, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта. Сочетание масла и чеснока расщепляет избытки холестерина, очищает стенки сосудов, стимулирует работу головного мозга. Данный состав положительно влияет на кроветворение, стимулирует образование желчи, контролирует артериальное давление. В основе чесночного масла лежат два вещества, это масло и чеснок, но в зависимости от того, для каких целей оно готовится, несколько меняется сам способ приготовления и, возможно, дополнительно вводить в состав некоторые другие добавки. Как приготовить чесночное масло для кулинарных целей? Сразу хотим напомнить, что любое чесночное масло при употреблении не только придает пряность блюдам, но еще и лечит и оказывает профилактическое действие. Для приготовления лучше всего использовать свежий чеснок. Рецепт со сливочным маслом. Пачку сливочного масла надо выдержать при комнатной температуре в течение нескольких часов, чтобы масло стало мягким. Головку чеснока следует почистить и пропустить через чесночный пресс, превратить в кашицу. Смешайте масло с чесноком, добавьте туда же немного мелко нарезанной зелени, укропа и петрушки. Чуть-чуть посолите, всыпьте по щепотке красного и черного перца. Надо интенсивно размешать, чтобы все ингредиенты разошлись по всему объему масла. Теперь переложить в масленку и поставить в холодильник. Использовать можно для приготовления бутербродов, класть в картошку и макароны, добавлять в рис. Рецепт с растительным маслом. Делается все очень просто и быстро. Надо очистить 50 г чеснока. Смешать в блендере зубчики чеснока и 100 мл растительного нерафинированного масла. Прокрутить в блендере до получения однородного состава. Масло готово, можно использовать. Как можно использовать с лечебной целью? Применять масло чеснока можно в следующих случаях. Для иммунитета надо приготовить следующим образом. В пол-литровую банку положить раздавленные зубчики, заполнив ее примерно на 75%. Все залить оливковым маслом и поставить в темное место настаиваться на две недели. Профильтровать. Готовый состав хранить в холодильнике. Использовать так. Каждый день добавлять в литр кипяченой воды 10 мл масла. Выпивать в течение дня перед приемом пищи. Курс провести в течение 3 месяцев. При симптомах ОРВИ смесь можно закапывать в нос по 7-9 капель. Чтобы выводить холестерин, надо измельчить почищенную головку чеснока, залить чесночную кашку стаканом нерафинированного подсолнечного масла. Через 24 часа надо добавить сок из одного лимона. Потом настаивать в темноте 7 дней. Использовать по чайной ложке 3 раза в день перед едой. Если болят суставы, то и тогда поможет чесночное масло. В чистую банку надо положить 300 грамм измельченного чеснока, залить половиной литра льняного масла и поставить настаиваться на две недели. Когда этот срок пройдет, то используя масло массируют сустав, потом сверху накладывают выщеную бумагу и закутывают. Оставляют на ночь. Когда компресс снимают, то сустав надо помыть теплой водой. Лечение продолжается длительно, эффект наступает постепенно. С целью улучшения пищеварения можно принимать масло, сделанное так же, как и для кулинарных целей. Его надо добавлять в салаты и другие блюда, желательно при каждом приеме пищи. Тогда повысится кислотность желудочного сока, усилится образование и выделение желчи, активизируется поджелудочная железа, а значит наладится пищеварение и ликвидируется запор. Какие противопоказания к использованию? Не стоит использовать чесночное масло в следующих случаях. При наличии аллергии на чеснок, во время беременности и грудного вскармливания, при высокой температуре тела, сильной интоксикации. В случае поражения печени и почек, наличие недостаточности в работе этих органов. Когда обострились хронические болезни органов пищеварения, если частые мигрени или бывают судороги. Когда противопоказаний нет, то чесночное масло поможет сохранить здоровье.